Линия Верховного Лорда Увома Кандавайр в повести «Вальдор. Рождение Империума» — это линия человека, выросшего в западноевропейской буржуазной политической традиции. Идеология Империума той поры — это большая отсылка на эпоху просвещения. Вера в силу разума, человек как высшая ценность, воинствующая светскость, демократизм — набор идей, которые вы встретите у философов Нидерландов XVI века, Англии XVII века и Франции XVIII века. На момент повести за спиной уже оказалась долгая ночь, она же темные средние века. Впереди лишь свет истины, славное владычество людей в космосе и грядущее освобождение от варп-зависимости. В реальности революции давали промышленные и торговые буржуазии освобождение атаков королевской власти. Теперь собственники решали, какие законы будут определять их делопроизводство. Аппарат чиновников должен был следить за тем, чтобы законы действовали одинаково. Суды решали вопросы между собственниками. Так появилось то, что мы сейчас называем правовым государством с разделением властей. Но то происходило в реальности. Сороковник же это не учебник истории, а поэтому культурные явления в этой разномастной солянке могут и существуют так, как подходит для повествования. Поэтому мировоззренческие проблемы у героев очень похожи на наши, а вот выдуманный мир заметно отличается. Верховный лорд Увома Кандавайр верит в свободу, демократию и верховенство закона. Она сама лично видела, как император объединял Терру. Приходил, завоевывал, ставил чиновников. Чиновники строили заводы, фабрики, городки силовиков, жилые комбинаты, фабрики, кухни, клубы рабочей молодежи, общественные бани и нэповским методом закупали зерно. В общем, наводили порядок. В кавычках. Если бы не император, то терранская знать так и продолжала бы резать друг друга. А значит, дочь главаря сомалийской банды по имени Увома никогда бы не стала верховным лордом. И все было хорошо, пока Увома не заметила. Перестали приходить сводки о военных действиях громовых воинов. Девушка взялась за расследование и выяснила, что у горы Арарат кустодии убили всех громовых воинов. Идеалы Империума в голове Увомы затрещали по швам. Ей-то с плакатов говорили про новую эру. А оказалось то же самое, как и раньше, только в позолоте. Увома поняла – нужно действовать. Подчиненным поручила собрать войско, чтобы принудить ставку следовать заветам Империума. А сама пошла допрашивать наркома по военным делам Константина Вальдера, чтобы получить от него признание о превышении должностных полномочий. Те, кто читал возвышение Хоруса, заметят. Точно такой же разрыв шаблона испытал Игнаций Каркази. Только вот поэт даже и помыслить не мог о том, что можно призвать Хоруса к ответу. Как похорошел Империум при примархах, не правда ли? Кризис, который переживают Игнаций и Увома – это типичный для нашего общества кризис. В школе многим из нас говорили о важности Конституции, правовом государстве и разделении властей. А затем из новостных источников мы узнаем, что чиновники, оказывается, берут взятки, поощряют кумовство, принимают выгодные для бизнесов-однокурсников законы. И даже не суть важно, в каком государстве мы живем. На планете Земля полторы сотни демократий, и в каждой происходит подобное. Различаются только масштабы. Горячие головы идут на митинги, штурмовать Капитолии, жечь полицейские участки, скандировать имена эпатажных блогеров или политзаключенных. Ну а большинство же бухтит себе под нос, постепенно превращаясь в обычных взрослых. А обычным взрослым куда как интереснее, сколько они платят налогов, цена на сосиски и капусту, наличие детского садика в пешей доступности, количество выходных дней в году и пенсионные гарантии. Крис Райт, в отличие, например, от Абната, понимает, что Вархаммер – это в том числе и сатирический сеттинг. И сатира по поводу горячих голов считывается в Вальдере. Рождение Империума в одной из глав показывается глазами наемника. Этот парень разбогател на том, что воевал то за одного местного падишаха, то за другого. Император же, на первый взгляд, не сильно от них отличался. Но на деле… В имперской армии требовали соблюдать субординацию, выполнять приказы и жить по уставу. Война поменялась. Никакого мародерства и изнасилований в захваченных городах. И именно этот наемник оказался в составе войск, которые вела у Вома на императорский дворец. Идеалист и головорез. Идеальная парочка для защиты демократии. Параллельно с этим в истории мелькают герои, которые, в общем-то, рады появлению Империума. Да, отправили на вахту на север, но зато стабильность и безопасность. Строим будущее для нас и наших детей. Город-сад, конечно, не выйдет, но мы-то уж постараемся. Сам Райт раз за разом подчеркивает – настали спокойные времена. А как только войска у Вомы появляются перед Триумфальной аркой, то дает ремарку. Ну, или почти настали. В этой истории есть и Астарта, и предводитель громовых воинов, и сам Константин Вальдер. Но мне кажется, что повесть Райта рассказывает про свободолюбца, который из-за идеологии не увидел стройку тысячелетия. В финале у Вома возвращается в родную деревню и начинает засаживать поле перед своей фазендой. Разница только в том, что теперь вместо бандитов к ней приедут служащие Импер Реестра. И вот за эту небольшую разницу стоило бороться. Продолжение следует...